поговорим сегодня за достаточно серьезную тему она меня серьезно просто беспокоит что именно что конкретно а то что нас с тобою достаточно серьезно накалывали обманывали врали и прочее 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 мы поверили в иллюзию с тобой они в реальность которая приходит от отца ты скажешь откуда ты знаешь мне открывает отец я не могу не верить по одной простой причине потому что когда он тебе открывает то что это все то что тебе преподавала христианство является ложью не соответствующий даже тому что здесь написано тебе нарисовали христианство тебе нарисовали предложили лживый вариант кстати андрей же повал в свое время несколько об этом рассказывал в другой интерпретации я не повторяю не пыт услышь меня пожалуйста я не пытаюсь повторять чита проповедь я говорю лишь только то что мне открывает лично отец если ты сейчас слышишь повторение казалось бы чей-то темы но извини видимо папа и мне решил лично открыть в принципе он это и хочет делать каждому с каждым своим сыном и дочерью открывать лично то что он хочет открыть а не проповеди проповеди знаешь не стоит потом услышав меня бежать и всем рассказывать далее какого-то другого про так вот пусть тебе отец лично откроет да тогда рассказывай должен те лично в этом и проблема что сейчас происходит собралось собрание и все слушают проповедника ну хорошо если ему по откровению это что-то дано все слушают ну да блин не может же до бесконечности один и тот же проповедник стоять за кафедрой якобы бог хочет его только использовать чувство хрень а ты где нет вообще видел послания хоть в одном послании чтобы был такой образ собрания чтобы кто-то один павел там говорит когда вы собираетесь горит у одного есть псалом другого поучения у третьего языка четвертого откровения и так далее так далее все производит один и тот же дух я что-то не вижу в этих современных собраниях вообще ничего подобного давай с тобой прочитаем деяне апостола своей первой книги феофил феофил я заложил все что делала чему учил иисус самого начала до того дня когда он дав повеление через святого духа апостолом которых он избрал быв вознесен на небо им же он являлся в течение 40 дней после своих страданий на кресте дав много доказательств того что то жив они его видели и говорили с ним о царстве бога однажды когда они вместе ели он велел им не покидать иерусалима ждите обещанного отцом дара о котором вы от меня слышали и открестил водой а вы вскоре будете крещены святым духом и вот собравшиеся стали спрашивать его господь значит ты восстановишь теперь израильское царство а он отвечал не вам знать времена и сроки который установил отец с власть своей властью отец но когда сойдет на вас святой дух вы получите силу и станете моими свидетелями брати внимание какой-то особый пастырь стоящий за кафедрой но когда сойдет на вас святой дух вы получите силу что дальше и станете моими свидетелями в иерусалиме и по всей иудеи и самарии и даже до пределов земли когда наступил день пятидесятницы они все собрались вместе это был последний день вероятно может я ошибаюсь но мне так представляется там вот помнишь писание написано вот праздники вот это был последний который должен был исполнить бал описал говорил что в последние времена явился для нас что же вообще много многом говорится то есть если хорошенько подумать последние времена тогда а сейчас чё а сейчас чё если тогда последние времена а сейчас чего вопрос когда наступил день пятидесятницы они все собрались вместе и вдруг с неба раздался шум как от порыва ураганного ветра шум заполнил весь дом в котором они находились они увидели нечто напоминающее языки пламени эти языки разделившись сошли на каждого из них услышь меня на каждого не на отдельного пастыря а все остальные как должны слушать все исполнились святого духа и заговорили на разных языках так как им было дано духом скажи мне пожалуйста чё за бардак почему у них между ними не возникло никакого пастыря который руководил бы всем собранием может мы чё-то все не так поняли где там пастырь ты скажешь а пётр же потом встал там проповедовать ну просто его побудил святой дух встать и проповедовать а а а а а а Тогда встав, Пётр, с остальными одиннадцатью И громким голосом обратился к ним Соплеменники и все жители Иерусалима, прислушайтесь к моим словам Они все встали, Пётр просто, видимо, блякать умел больше, чем все остальные Ты чувствуешь свободу? Между нами нет главных Нету особых Если тебя Святой Дух побуждает проповедовать, проповедуй Не дают тебе в собрании, уйди оттуда Если у тебя есть побуждение что-то делать от Святого Духа, делай! Не надо думать о том, что должен быть особый пастырь, который тебя должен рукоположить на определенное служение, чтобы ты был помазан Ты и так помазан Есть откровение, значит, ты уже помазан Все, иди и делай А вот и ждешь Меня Шучу Верующих превратили в этих, в маленьких детей, которые постоянно тичку сосут Им постоянно нужна какая-то нянька Людям просто сказали, объявили, вы должны слушать пастыря Вон голос будешь Если так говорят, это не пастырь Это Дать ему пинка и выгнать его за шею Иди лесом погуляй вон Мы все забыли, кто руководит вообще всем, так скажем, бардаком Что, пастырь, что ли? Дух Святой Дух Святой руководит всем концертом И не то, что ты собрался в воскресенье, а круглые сутки Он руководит Тебе не надо ждать какого-то особого пастыря Особый день, особые какие-то поручения Чтоб тебе братья как-то там благословили Вы собрались, посовещались и решили Все, что у тебя приходит, как Павел говорит, да будет всем в назидание Не только отдельно взятой личности Понимаешь? Нам всем преподали какую-то еще Хорошая музыка играет Смотришь А там опять Очередной пастырь Со своей женой руководят всем Да задолбали вы, елы-палы И все время слышно про деньги Дайте денег Вы когда-нибудь, блин, уйдете С этой кафедры Дайте другим людям высказаться В которых также есть откровения Получение, язык, еще что-то Нет, все время вот Пытаются воспитывать Я вообще в шоке просто Потому что мне отец открывает Я в шоке В святом шоке Зачем это все надо Я люблю поклонение Слушай, я бы Знаешь, отменил бы вот Если бы мог Во всех этих собраниях проповеди Вообще отменил бы Серьезно тебе говорю Отменил бы Вот так вот в интернете Ты включил раз и послушал Что там братья говорят А в собраниях Поклонение Все Не надо больше ничего А на домашних группах Да, вот там вот Действительно как бы Обсуждение каких-то вещей Друг за другом Помолились там Все такое Преломили хлеб Выпили там Символ крови Сына Божьего Знаешь, такая домашняя обстановка Чайку, кофейку попили Посидели Поболякали Помолились Также поклонились А есть еще Общие собрания Просто Тупо Поклоняться И все Ничего не надо Больше Зачем все То, что устроено Ты понимаешь, что это все не то Ты знаешь, во времена Давида Вот Он Устроил Круглосуточное Поклонение Ты знаешь, там не было Какого-то проповедника Наверное, из книги Закона там читали Но преимущественно Там было просто Поклонение Там просто было поклонение Отец говорит Я восстановлю скинию Давида Падшую Скинию Давида Падшую Восстановлю Тебе не нужен никакой проповедник Чтоб тебя наставлял Дог Святой Ты должен сам быть Наставляем лично Отцом Ты должен быть лично Наставляем отцом Сам Без посредников Чтобы он тебя Наставлял Он тебе Говорил Он тебе Указывал Он тебе Проповедовал Он тебе Чтобы проповедовал Рассказывал Выклоняешься И получаешь откровение Тебя наставляет Учит Воспитывает Ведет Ведет Я просто сейчас сидел И вспоминал Вот это вот место Списания Где В день пятидесятницы В день пятидесятницы Сошел Руаха Кодыш На Учеников На всех На всех На всех Это удивительно Это просто удивительно Сошел на всех Без исключения Никто не избежал Знаешь Хотя Петр Он услышал Такие слова Ты Петр Камень Там про откровение Было И это не было Какой-то особой Привилегией Для Петра Все На всех Сошел Дух Святой На всех Совершенно И далее И далее Это распространялось Они Потом Просто Возлагали руки И те На кого Возлагали руки Получали Также Святой Дух Также Получали Святой Дух Все Ты знаешь Что апостолы Не собирались Понимаешь Проповедовать За место Святого Духа Ихняя проповедь Не сводилась К тому Чтобы заменить Бога Собою Для людей Они Они не собирались Становиться Пастырями За кафедрой Они не собирались Этого Делать Они не собирались Покупать Здания И устанавливать Там Кафедру Чтобы Им Бесконечно Это мои Просто Размышления Это мои Размышления Я не хочу Быть частью Этой Структуры Ты знаешь Не хочу Я отделил Вас От мира Потому Ненавидит Вас Мир Я отделил Вас Я избрал Вас От мира Потому Ненавидит Вас Мир Наверное Однажды Придет Время Когда Такие Как я Просто Так Потихоньку Помаленьку И мы Отберем От них Их Хлеб Возможность Зарабатывать На Детях Божьих Такое Время Придет Знаешь Хочется Ты пришел В любое Собрание Ты просто Поклоняешься Ты не Чужой Нигде Ты Нигде Не Чужой Ты Пришел И ты Поклоняешься Отцу А кто Шучить Будет В Дух Святой Дух Святой Через Кого Лично 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 Меня Аж Воспитывает Наставляет Лично Чуть Тебе Не Можем Всех Остальных Чуть Не Можем Может Может И хочет И будет Или Обязательно Нужен Пастырь За Кафедрой Или Может Быть Для Чего Для Другого Пастырь Нож Конечно Классно Когда Ты Там Стоишь Бабло За Это Получаешь Круто Вообще Блин Надо Тут Сидеть Думать Где Бабки Заработать Одно Вообще Феррари Там Стоит Да Слушай Все Это Закончится Однажды Все Это Однажды Закончится Вся Это Земная Жизнь Все Это Феррари И Прочие 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 Я Не Родился Для Того Чтобы Знаешь Жизнь Свою Потратить На Зарабатывание Бабла Может Быть Да Для Семьи Там Где То Что Заработать Там Сделать Нормальные Вещи Знаешь Я Не Родился Для Того Чтобы Тратить Время На Зарабатывание Бабла Не Ты Понимаешь О чем Я Вообще У многих Людей Стоит Это На Первом Месте Очень У многих Стоит Это На Первом Месте Просто Невероятно Насколько Умно Они Проповедуют Каждый Раз Об Собраниях А Жертвуйте И Бог Вам Кукиш С Маслом Он Тому Ножен Вот Это Есть Такая Знаешь Фейк Иллюзия Создаваемая Непонятно Кем Кто Там Ее Создает Сатана Кидает В Мысли Обольщает Иллюзии Того Что Здорово Будет Ты будешь Богат Знаменит Я тут Подумал Про Земную Славу Когда Ты Становишься Знаменит И что И что И что И что Ты знаешь Я просто так Сравниваю Часто Вот Вот Для 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 Детей Да Ты не Являешься Знаменитостью Ты Просто Их Родители Так В этом Плане Как бы Еще Как-то Можно Но Не Как С Позиции Знаменитость Хочется Единственное Что Я хочу Жажду Чтобы И я И все Дети Божьи Слышали Отца Понимали Отца Чтобы Он Нас Всех Лично Сам Наставлял На этом Заканчиваю Всего Хорошего Благословения